Всем привет! Это новый выпуск блога «Давайте разбираться», где мы диагностируем, настраиваем и ремонтируем ратраки. А я Сергей Будылин. Итак, у нас тут Пистанбуле 300, старенькая, с двигателем Detroit Diesel. Довольно популярная модель. И сейчас мы настраиваем прямолинейность движения на машине со штурвалом. Вообще в этот алгоритм попадают очень многие модели. Настройка происходит аналогично и на 160, 240, 260, 200, 300. Часто бывает так на старых машинах, что при движении вперед постоянно приходится подруливать. Если вы понимаете, что машина едет как-то не так, то вы выбираете горизонтальную поверхность, отпускаете штурвал и двигаетесь с поднятым навесным оборудованием. Если машину куда-то тянет, вправо или влево, это можно будет увидеть по следам, да и сам оператор почувствует, что машина поворачивает. Самый простой способ настройки прямолинейности. Открываем крышку капота в салоне, видим электронику, на которой написано «МУНГ». В передней части около штекера расположено маленькое колесико прозрачное. Это и есть потенциометр прямолинейности. Оно поворачивается вправо и влево. Если присмотреться, в передней его части можно увидеть красную точку. Она должна смотреть в сторону штекера, то есть находиться точно посередине. Но это в идеале. Если машину тянет вправо, то потенциометр нужно сместить чуть-чуть влево, то есть в противоположную сторону, чтобы электроника сама скомпенсировала перекос. Это можно делать на ходу, двигаясь по ровной горизонтальной поверхности с поднятым навесным оборудованием. Если этим способом получилось вернуть прямолинейность движения, замечательно. Закрываем капот и спокойно работаем. И важно понимать, что таким образом мы настраиваем только прямолинейность движения вперед. Если при движении задним ходом машину все же будет немного уводить в сторону, то это нормально при описанном выше способе настройки. На более новых машинах есть возможность настройки прямолинейности и вперед, и назад. Если данным способом не получилось настроить прямолинейность, выкрусили колесо до упора, а машина все равно тянет вбок, то можно сделать следующее. Во-первых, проверить потенциометр руля, который стоит внутри штурвала. Для этого по краям откручиваем два самореза, поднимаем крышку. Видим, здесь стоит потенциометр руля, который обычно закрыт красной пластмассовой крышкой. Внутри сам потенциометр, на котором видно намотанную нить и бегунок. Вот он. Со временем от старости эти нити могут забиться грязью или покрыться окислом, и контакт между нитью и бегунком становится уже недостаточным. Проявляется это так. Может плохо слушаться руля, или при прямолинейном движении машина как будто подтанцовывает. Вроде ничего страшного, но дискомфортно. Самый простой способ решить эту проблему – снять потенциометр или прям так подлезть, но мы обычно снимаем, чтобы было удобнее. И почистить его ластиком. Простым ластиком для карандаша. Без песка, без примесей. Самый обычный белый ластик. Аккуратно прочищаем ластиком все те дорожки, где намотана нить. И этого достаточно. Сдуваем остатки ластика, ставим потенциометр на место, собираем все как было. Когда будете ставить потенциометр, то увидите, что монтажных этих вот ушах потенциометра есть прорези, которые позволяют его немного регулировать. Настраивается он точно посередине. Причем, если мы замеряем потенциометр, и он условно, например, на 10 кОм, то середина это не 5 кОм. Номиналы потенциометра написаны как на них самих, так и в схемах. Если найти не получается, то напишите нам запрос. Мы подскажем. Сама лапка, которая бегает по потенциометру, она несколько дорожек сразу перемыкает. И поэтому замерять для настройки точной середины нужно от крайней до средней лапки. И от средней до дальней лапки. Замеряем амическое сопротивление. И эти два параметра должны быть одинаковыми. Если для примера взяли потенциометр на 10 кОм, то середина будет примерно на 4,98 с одной стороны и 4,98 с другой стороны. Если померить только от одной лапки до средней и настроить на 5 кОм, то это создаст небольшой перекос на одну сторону. Фиксируем болтами. Снова проверяем сопротивление. Потому что при затяжке может слегка перекосить. Все собираем обратно, заводим и работаем. По такой же схеме можно почистить потенциометр движения и потенциометр фрезы. Раз уж сняли крышку, то лучше сделать все эти несложные действия сразу. Еще раз обращу внимание. Чистим потенциометры не химией, не спиртом, не бензином или еще чем-либо. Только обычным карандашным ластиком белого цвета. Если нить потенциометра оборвалась или износилась, то заказать новый потенциометр на любую машину в Пистонбулле можно в отделе запчастей Праймпрайда. По любым вопросам по ремонту и обслуживанию ратраков в Пистонбулле вы всегда сможете связаться со мной или с моими коллегами по бесплатному круглосуточному телефону на экране и в описании. Мы всегда готовы помочь вам в любой сложной ситуации.